Это очень короткий визит, это первый раз мы здесь, но он мне очень нравится. Я очень вдохновена быть здесь, общаться с людьми из Украины, которые всегда отвечают за видностью. Мы будем проводить часы за часами общаясь с новыми друзьями, общаясь с новыми друзьями, общаясь со старыми первыми, общаясь с новыми друзьями, которые и обсуждать славу Господа Кришны, Гуру и Доврангу. И особенно мы посвящаем себя в линии бхакти, преданности. Есть много видов йоги. Есть сангья-йога, 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 карма-йога, гьяна-йога, мокша-йога. Есть много видов йоги. Есть много видов йоги. В Бхагава-гита Бхагава-гита Бхагава Шри Кришна. Господом Кришной упомянутые Бхагава-гития эти виды йоги, а также многие другие. Но в каждом главе он описывает славу Бхагава-йоги, а также есть глава, посвященная полностью Бхагава-йоге, Среди всех видов йоги Господь Кришна настаивает на Бхагава-йоге, а также принимает ее и советует всеми человечеству. Бхагава означает преданность. Йога преданности. Мы знаем из Писаний, что Бхагти приходит из Бхагти. Так же, как мы все уже знаем, что жизнь приходит из жизни. И преданность приходит от преданного. Это шлока означает, что преданность приходит из преданности, преданность приходит из преданного. Мы можем получить это только от преданного, который живет преданной жизнью Господу и Гуру. Есть столько практик и предписаний для прогресса в нашей духовной жизни. Но самое главное предписание для всех нас, самая главная практика в этот век Кали-юги, это намасам Киртана. Шри Кришна пришла в состоянии Радхарани в этой последней Кали-юга, как Юга-аватар. В эту последнюю Кали-юга пришел как Юга-аватар, как Шри Кришна в монастыре Матери в Харане. Радха и Кришна, которые вы may all be familiar with, they combined into one and came as Gauranga-Mahaprabhu. Радха и Кришна, они слиты воедино и не явили здесь как Гауранга-Mahaprabhu. Раса-Радха, the king of Rasa, the king of all divine pleasure and mellows and beauty personified, love personified, appeared in the mood of Mahabhab, his Shakti. Раса-Радха, the king of all love, the king of divine love, came in this mood. Кришна covered with the heart within and the halo without of his consort, Jadharana. Он пришел с Кришной в сердце и отвернут сиянием Шри Матери в Харане. Combining into one and becoming ecstatic and distributing the love of Krishna everywhere. Сойдем воедино, он пребывает в эксотическом настроении, а также в настроении распространения. Это юга представлена Гаурангой, в котором слиты женский и мужской аспект, который пришел сюда распространять. This is a very degraded time period according to Vedic understanding, Vedic culture. К соответствии с Vedic culture, этот век – это век деградации. So we need concentrated mercy and power to come and cleanse our hearts, cleanse our minds, uplift us and give us. Поэтому нам нужна концентрированная милость, чтобы очистить наше сердце, чтобы очистить наш ум и поднять нас выше. Actually, it's the highest type of spiritual conception. And it's coming down to the lowest time period. The people, all of us of this time period, are in such a degraded position. Coming down to all of us. This is the means to attain everything, including the most confidential and most supreme type of divine love. И это способ достичь самого сокровенного и самого божественного вида любви. So we begin by hearing what is called shravana. Мы начинаем слушание, что называется shravana. This is the beginning process. First we start to hear about these things. And especially try to hear from someone, who is practicing giving their lives. Это первая ступень, мы пытаемся слушать. А самое главное – слушать о той личности, которая посвящает всю свою жизнь преданности. Бхакти-йоги. Идеально, hear from bona fide, legitimate, authentic agents Бхакти-йоги. Конечно же, в идеале мы должны слышать это от возвышенного, от настоящего, от истинного раздачика, от истинного последователя Бхакти-йоги. I cannot claim to be one of those. Я не могу себя называть одним. But it's my guru's order to go and to serve and to try to bring about awareness wherever I'm invited and requested. So I'm trying to do that. Но это было наставление моего гуру ехать и нести людям знания. Сейчас я выполняю это служение как желание моего гуру. И мы начинаем слышать о божественной любви, о преданности в идеале от высшего источника. И потом мы начинаем практику. Мы все, что мы слышим, уложим в основу практики. И все это становится реальностью, все это становится нашей жизнью. What we read about these higher subject matters and revealed truths, it becomes real for us as we put it into practice. Мы читаем о всех этих возвышенных вещах. Мы читаем об истине, которая явила себя. И в конце концов это становится нашей жизнью. Оно начинает проявляться в реальности. И даже маленькая капля, даже маленькая попытка занять себя в служении в бхакти-йоге освобождает нас от бесконечного круга рождений и смертей, который называется самсарой. Мы все находимся под влиянием Махамайи, под заглинанием, под иллюзией. И мы не осознаем, что мы вечные живые души. Мы безнадежно покрыты иллюзией и закованы в это материальное тело. Но реальное мы – это мы внутри. Душа – это то, что дает жизнь телу. И когда душа покидает это тело, оно умирает. И в зависимости от нашей кармы, в зависимости от наших действий, в следующей жизни мы снова обретаем тело, которое нам предназначено. Мы не понимаем, что это неестественное, очень опасное состояние. Потому что мы находимся под влиянием иллюзии. Очень опасно получать рождение в том мире, в котором вы все равно умрете. Есть опасность в каждом шагу в этом мире. И самая большая опасность для всех – это смерть. Это называется вуктия – тот план бытия, в котором каждое действие вызывает равное противодействие. И когда душа просыпается, она понимает, что находится в очень опасном состоянии. Но что же делать, где найти позитивное решение? Некоторые пойдут в сторону муктия, пойдут в сторону сна, наяву, нирваны. Это некий способ избежать этой иллюзорной реальности, некий способ спастись от самсары, перерождений. И люди, которые выбирают этот путь, они входят в сон наяву, в различный аспект. Этот план бытия подобен тому, как можно пойти на забастовку или покончить жизнь самоубийством. Это механизм побега. И это тоже очень страшно, потому что вы можете снова упасть оттуда и потерять полностью свою личность. И наш дедушка, Швиласиддхар Махарас, наш гуру, говорил, что если вы... Если вы отнимете план буктии и муктии, то у вас останется бхакти, преданность. Это позитивное решение. И Кришна, Он сам показывает нам, как занять Себя в служении. Он показывает тот позитивный выход, который у нас есть из этой ситуации. И Кришна, безграничный Господь, Он забывает о Своих делах и приходит к нам, чтобы показать, что мы должны делать. Если мы делаем один шаг к одному, то Он сделает десять шагов по направлению к нам. И план бхактии – это то, где вы можете найти удовлетворение, где вы можете найти милость, любовь, красоту, сладость. Это все, чего мы ищем. Но мы ищем в неправильных местах и не можем удовлетворить себя. Веды говорят, что мы должны проснуться и мы должны искать истину. Мы все дети Нектара. Мы не мастерные, материальные, человеческие, человеческие, которые будут берут в родину и мертвы. И нет гарантии, что мы должны быть человеческими. Мы не должны быть в этой ситуации. Мы все не должны быть в этой ситуации. И мы не материально обусловлены тела, которым суждено рождаться и умирать. И мы все должны проснуться, мы должны найти реальность, увидеть реальность и начать искать истину. И вы не найдете этого на этой земле. Все, что приходит отсюда, оно неправильно, оно неполно. И здесь вы не найдете ту явившую себя истину. Веды говорят, проснитесь и начните поиск. Начните поиск Кришна, начните поиск истины. Вы дети Нектара. И мы очень удастливы, что мы можем слышать об этих вещах, мы можем разговаривать о них, а также использовать и приводить их в практику. И если мы соприкасаемся с этим и понимаем, что это Вселенная, что это предназначено для каждого, мы ощущаем свой долг рассказать об этом каждому. И мы пришли сюда сегодня только по этой причине. Мы чувствуем надежду и мы чувствуем вдохновение в своей жизни, и мы также хотим, чтобы все почувствовали то же. У жизни есть больше, чем страдания и больше, чем опасность умереть. Это всего несколько слов, которые я хотела сказать. И сейчас я буду счастлива, если у кого-то из вас будут вопросы, я буду рада на них ответить. Мы видим какие-то девушки в audience, и мы обращаем нашу уваженность, и мы приветствуем вас. Спасибо, что пришли. Мы среди людей видим преданных, и почтительно склоняемся перед ними, и благодарим за то, что они пришли сюда сегодня. И на самом деле мне более приятно слушать, но по воле Господа я здесь, и я постараюсь приложить к этому максимум усилий, чтобы ответить на ваши вопросы. Когда Вайшнавы, преданные Господа, просят нас что-то сделать, мы должны это сделать, и вкладывая в это все лучшее, что у нас есть. Вопросы у кого-нибудь? Да, пожалуйста. Какие годы я учусь в Кришнах, и 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 в Кришнах? Я пришла к лотосным стопам моего гуру-дева в 1992 году. Это приблизительно 20 лет. Мой гуру-дева, это Шри-Ла-Бхакти-Сундар-Говинда-дев Госвами-мараш. И я приехала в Индию, в Новодвиб, в Вест Пengал. Мой гуру-дев, это Шри-Ла-Бхакти-Сундар-Говинда-дев Госвами-мараш. Я приехала в Индию, в Новодвиб, чтобы встретить его. И когда у меня было восемь лет, на побережье, в Калифорнии, проводился ежегодный фестиваль Ядхаятра. И я помню, что я купалась и вышла на берег, как раз когда все действие началось, когда преданные танцевали и пели, я видела Божеств и видела Мурти, Шрила Прабхупады. И я была просто поражена, ошарашена Мурти, Шрилы, Прабхупады, потому что он был настолько красив, и я спросила одного из мужчин, кто этот человек? И она сказала, что это он, он пребывает в медитации. И после того, каждый раз, когда я посещала храм Искона, я была поражена Мурти, Шрила Прабхупады, и я чувствовала, что он как бы присутствует прямо в храме, потому что он выглядел так, как живой. И весь западный мир в большом долгу перед ним. И запад, и восток. И он вынес сознание Кришны за пределы Индии, и мы здесь находимся благодаря ему. И наши гуру, они жили вместе, они служили вместе. И сейчас я чувствую, что Шрила Прабхупада, он мой духовный дядя. Я всегда помню о нем, я всегда славлю его. И я даже выросла в доме с одной из его книжек. И мы всегда помним, что мы в неоплатном долгу перед ним. И мы всегда помним, что мы в неоплатном долгу перед ним. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Достатки. Достатки. Конечно. Я всего лишь маленькая обусловленная душа. И столько приходит раздражений. Но я, пытаясь идти, и идти дальше, несмотря ни на что. So many things that come in front of us on the path of devotion. На пути преданности очень много вещей приходят к нам. Каник Камини Пратишта, especially Пратишта. Pride, name, fame, recognition, reputation, all these things come to distract us. Особенно Пратишта. Это слава, имя, признание. Они приходят, чтобы разбалансировать нас. Это самое ужасное раздражение. И единственный способ это все, что к нам приходит, вся слава, имя, признание. Все это предлагать Гуру. Потому что Он единственный обладатель всего этого. Мы здесь только по милости наших Гуру. Нет никакой другой причины. И все, что мы делаем, приходит по Его милости. Поэтому вся слава должна идти к Нему. И мы должны помнить об этом, когда делаем каждый следующий шаг. И каждая гирлянда, которая приходит к нам, мы помним о том, что она приходит не нам, она приходит к Гуру. Она не предназначена для меня. Да, у тебя еще есть еще вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот если это принятие Гуру еще далеко-далеко, так вот в обычной жизни вот все эти вещи как бы связать то есть вы имеете в виду духовное и озереное. Ну да, если нет, в котором можно посвящать нашу жизнь. Как это называется? Лучше всего найти вашего Гуру. Как найти? Как найти? We can't. You begin by срава нам, hearing, listening. Listen to a plurality of Гурус, authentic, from a genuine bone-fied representative. Try to hear from them. Слушайте от самых настоящих, истинных гуру От старейших гуру Start the process by hearing from authentic sources, from divine agents And let your heart, your inner approval tell you, this is my guru Слушайте из автентичного источника, и слушайте, дайте своему сердцу понять, что да, это есть мой гуру Таким способом мы находим своего гуру, и Господь также помогает нам Когда мы искренне в поиске Господа, Он приходит к нам в форме гуру И все, что мы должны делать, это быть искренными Искренность помогает нам в желанном поиске, в страстном поиске Господь живет в сердце Он живет в каждом ате Он знает все, Он знает о каждом из нас Он знает, когда мы хотим истины, когда мы хотим связи, когда мы желаем гуру Он все делает возможным И он это сделает, если мы искренне и ищем истину И если сейчас к вам приходит престиж или слава Вы можете сказать, что есть какие-то более высшие, более драгоценные цели А я всего лишь маленькая обусловленная душа И вы можете отдать тот престиж, признание и славу Господу Пусть это идет Кришне Он тот, кто поможет вам найти гуру Поэтому отдайте все ему И он увидит, что вы начали думать о том, чтобы найти гуру Это можно назвать субстанным жизнью? Can we name this the sense of our life? Of course Конечно The purpose of our lives The center of our lives The fulfillment of our lives Причина нашей жизни Цель нашей жизни Удовлетворение всей нашей жизни It has a name, it's bhakti-yoga У этого есть имя, это называется bhakti-yoga Otherwise known as Krishna consciousness Godiya Vaishnav culture Varnashram dharma Также известно как сознание Кришны Gaudiya Vaishnavism Jayava dharma, Sanatana dharma There's many names for it Очень много имен для этого It's coming down from above And it's timeless It's beyond all time and space It's beyond all time and space Потому что приходят с идеального мира We are only offering our guru Service from our hearts And service that he is requesting And it's according to his wishes Anything bad we're doing And we are willing to be liable for that Anything selfish or inauspicious We are prepared to deal with the consequences And not disturb our gurus Everything bad we're doing Everything bad we're doing Some egoism Some actions we're doing For ourselves We try not to worry about the guru We leave it for ourselves We don't want to trouble the guru With our selfish and egoistic ways And our problems Yet at the same time we have faith That following this process And following and being a practitioner Everything inauspicious will vanish in our hearts We will become well adjusted И у нас также есть вера У нас есть вера в то Что все неблагоприятное Которое к нам приходит Которое есть внутри в нас Оно исчезнет У нас есть вера в то Что все будет хорошо Если мы будем искренними И мы не беспокоимся О том, что в нас есть что-то неблагоприятное Потому что мы сражаемся с большим, чем сами мы И знаем, что хорошее, оно придет к нам Поэтому мы не переживаем Мы не беспокоимся о этих переживаниях Когда мы подключены к электростанции То ток начнет идти по нам И духовная жизнь, она работает по такой же схеме Обретая гуру, мы обретаем связь с Кришной Поэтому мы не беспокоимся Потому что мы знаем, что мы в хороших руках И наше сердце спокойно 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 И в этом ситуации Кто должен сначала Возвращаться к электростанции И найти гуру И к кому она должен слушаться Ну, это не вообще моя специальность Женщина И наше сердце И все такое На самом деле это не моя специализация Женитьба, мужья и все такое Я на самом деле не знаю, что вам сказать Но попытаюсь дать вам какой-то ответ Я думаю, что это модернский мир Это 2013 Сейчас в современном мире, в 2013 году И мы живем в современном мире И я думаю, что мы должны быть Семь эмоции То есть мы сможем быть На самом деле У нас И мы сможем быть В современном мире Поэтому для нас Безусловно важным есть та гармония и понимание сердца в сердце, которая должна быть с нашим партнером. Вместе со своим мужем вместе вы можете пойти вступить на поиски вашего гуру. Мы не должны ждать, чтобы кто-то пошел первым. Почему бы не пойти вместе? Звучит хорошо. А куда же Тиеви искать? И где мы должны идти, где мы находимся? Да, мы имеем наши рекомендации. Мы имеем наши собственные акаржи в нашей специальной линии. Мы можем их рекомендовать. В нашей линии есть некие наставления, есть Ачарьи, и мы можем порекомендовать их. Но это решение должно идти от вас, из вашего сердца. Мы можем вам посоветовать, кому пойти, от кого услышать, но решать вашему сердцу. Ачарьи? Ачарьи? Как наши гости относятся к деньгам, как они гармонируют, а высокий такой метод, и материал. Отношение к деньгам очень осторожное. Это сконцентрированная энергия. И мы тоже оказываем почтение им, потому что это форма Лакшми Дэви, богини удачи. И это одна из наших плохих привычек накапливать деньги, накапливать больше, чем необходимо в соответствии с нашими потребностями. Мы живем скромной жизнью, и мы принимаем всего лишь то, что необходимо для нашего служения. Мы не накапливаем больше, чем надо, чего-либо. И включая деньги. И баланс между духовным и материальным, он индивидуальный для каждого и зависит от личности. И он зависит от того, что ты за личность, что ты за человек. Что-то, что может быть слишком многим для вас, может быть слишком недостаточно, даже слишком малым для меня. We have to go within our means, whoever we are, whoever we are, wherever we live. И куда бы мы ни шли, с кем бы мы ни жили, мы должны идти со своим пониманием. So we have to find out who are we, and what is our capacity, and what is that too much and too little, what is the middle balance for us. И прежде чем куда-то идти, мы должны выяснить, кто мы, каковы наши возможности, и что будет много для нас, а что будет мало для нас. It helps to be under guidance of an expert and a master to help you. и помощь в этом может прийти от руководства учителя. Then, as you progress in spiritual life, you will have that understanding yourself, you will come to know more about what is too much and too little for you, what is suitable for you and favourable for you. И прогрессируя в этом направлении, в скором времени вы у вас вы обретете некое понимание. Вы начнете понимать, что нужно для вас, что не нужно, что мало, что много для вас. Okay. Does that answer your question? What is the principles of bhakti-yoga? What is bhakti-yoga? And what is the final goal of bhakti-yoga? We will start with the final goal, and that is divine love of Krishna, of Gauranga, Radha Krishna Gauranga. Мы начнем с конечной цели. Конечная цель это любовь к Кришне, любовь к Radha Krishna, Гауранге. Divine love for the supreme, absolute truth. Божественная любовь к вечному источнику, к Господу. And that can be achieved only by the grace of a devotee of the Lord. The devotee of the supreme, absolute truth. Эта цель может быть достигнута только по милости преданного, по милости преданного Господа. There is no other way. Нет никакого другого пути. We can attempt on our own, try so many practices and principles and follow perfectly, but without the grace of a devotee it's not possible. Мы можем попытаться испытать какие-то другие практики, попробовать что-то делать, но без милости преданного это наши попытки ничто. So that's where our wealth lies. That's where our meditation is. That's where we put our emphasis. И это то, в чем мы находим нашу медитацию, то, в чем мы находим нашу цель. We follow everything they ask us to follow. И мы следуем всему, чему просит следовать нас Байшнавы. They give us the holy name of Krishna. They plant that seed in our hearts. Они дали нам святое имя Кришны. Они посадили то семя в нашем сердце. They tell us to water that seed with the holy name of Krishna. That seed sprouts and grows. Они сказали, что мы должны поливать это семя святым именем Кришны, и тогда оно начнет расти. We follow all the practices and principles of devotion. Мы следуем всем наставлениям и всем правилам преданности. Мы также стараемся быть в настроении скромности, уважения, оказания почтения другим. In this way we can chant the holy name properly. И только в согласии с этим способом мы можем воспевать святое имя подлинно. There's ten offenses to the holy name we avoid. Есть десять оскорблений святого имени, которых мы избегаем. And our chanting will become real and substantial when we're in sadhu-санга, the association of sadhu-saints. И наше воспевание станет чистым тогда, когда мы будем находиться в саду-санге в общении со святыми, садху. So, in a nutshell, that's my answer for you. In essence, yes? What the difference between bhakti-yoga and other types of yoga? There's different types of yoga meant for different purposes, like sankhya-yoga and karma, jnana-yoga. Есть разные виды yogi, которые предназначены для разных целей. In the Bhagavad-Gita, Krishna explains all these different types of yoga meant for controlling the mind, the senses, knowledge, the yoga of knowledge, the yoga of action, all these things have their importance and position. И в Bhagavad-Gita Krishna описывает все эти виды йоги. Йога, которая предназначена для того, чтобы контролировать ум, контролировать чувства, йога-знания, йога-действий. У всех этих видов есть своя ценность и предназначение. Но в каждой главе Bhagavad-Gita Krishna всегда упоминает и славит бхакти, а также рассказывает Арджуне о том, как исследовать. You will achieve all the different types of yoga by practicing bhakti-yoga. Everything follows in the line of bhakti. So you don't have to make any pain-staking endeavor in any individual other ways. То есть это как исток получается. Бхакти-yoga это исток и все 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 вахты-yoga is everything и это мы должны начать от Yes. Мы не начнем anywhere else. Our Gurudev says we're in the same class as Shiva as Narada Muni as Brahma all the demigods they aspire to be in this class. and as our Gurudev said that we are one class with of God they also wait in line to take birth on earth planet in Kali Yuga to practice Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu's teachings and this is a very favorable time period for us to practice and become a devotee and worship Gauranga Mahaprabhu it's not so easy in heaven it's not so easy in heaven here is a suitable place where Mahaprabhu appeared we're still living in that golden period of his appearance we mentioned earlier who is Chaitanya Mahaprabhu he's Radha and Krishna combined into one form distributing himself мы ранее упоминали кто такая Chaitanya Mahaprabhu это Radha и Krishna в одном лице у которого есть желание распространять себя мы'll do one more question I think we're running out of time yes, please еще последний вопрос по какому обличию вам уже все равно нравится Krishna can you tell please what is your favorite expansion of Krishna my favorite is Mahaprabhu мое любимое воплощение это Mahaprabhu в смысле ребенок взрослый ну как взрослый воспринимает или как друзья child the adult the way gopi my favorite pastimes of Mahaprabhu are his Nimai of Nadia Gauranga Lila when he was living in Navadvip with his mother and Vishnupriya and chanting the holy names with Shrivas Thakur and all of his associates that time period когда он жил со своей матерью Vishnupriya когда он воспевал святое имя в обществе Shrivas Thakura yes yes если мы говорим сегодня энергии любви я думаю что прежде всего вместилищ этой энергии является женщиной то есть любая женщина на планете Земля и это значит должно означать то что все женщины это союзницы срапицы которые помогают распространению этой энергии как научиться относиться к абсолютно любой каждой женщине если мы говорим о энергии любви сегодня мы можем сказать что женщина это основная любви и в каждой женщине мы должны увидеть эту основную и как найти другую женщину как ваша друзья как коллег как ваша в дистрибуте любовь ну в первую очередь нам нужно соприкоснуться с настоящей любовью и это особый чистый вид божественной любви это не материальное это не нечто с этого мира и это то к чему мы все должны прийти то с чем мы должны соприкоснуться с этой божественной любовью это нисходит свыше и это вечно это трансцендентно так мы все пытаемся достичь и мы все пытаемся этого достичь и мужчины и женщины это вселенское понимание с Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам нравится начинать с воспевания и заканчивать воспеванием Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok